Приветствую вас, Екатерина. Вы знаете, вот то, что мне показалось из вашего текста, из вашего такого небольшого рассказа, это то, что мышины для вас, они источник внимания, источник какой-то ласки для вас, источник чего-то, вероятно, позитивного, чего-то, вероятно, нужного вам, важного вам, чего-то, вероятно, необходимого вам, и чего-то, что по опыту, я могу сказать, по опыту, вы, скорее всего, недополучили в детстве. Вот. Вот я думаю, я думаю, что с этим, по большому счёту, всё и связано. Я так подозреваю. Потому что ведёте вы себя как человек, который, ну не то чтобы, знаете, не уверен в себе, да? В принципе, вы не производите впечатление именно неуверенного в себе человека, вы, скорее, производите впечатление в человеке, который активно нуждается в чём-то, очень сильно нуждается в чём-то. И я так думаю, что, я так думаю, что это что-то и есть вот как раз то, что вам дают мужчины. А именно это что-то, это вот ласка, внимание и, собственно говоря, насчёт тепло мужчин, которые вы получаете вот через взаимодействие с ними. И, вероятно, один мужчина, один молодой человек даёт вам стабильность, даёт вам уверенность, ну, например, там, в завтрашнем дне, допустим, уверенность в том, что вы защищены, в том, что с вами будет всё в порядке, уверенность в том, что у вас будет всё хорошо, например. А другой мужчина даёт вам, наоборот, возможность почувствовать себя важной, почувствовать себя женщиной, почувствовать себя любимой, нужной. И поэтому и происходит такая история, что вы, по сути, стали участником такого вот насчёт треугольника, который теперь отправляет вам жизнь. И делать вам в этой ситуации нужно, на мой взгляд, следующее. Постарайтесь понять, для какого мужчины вы готовы делать, ну, готовы стараться, для какого мужчины вы готовы совершать, поступки, для какого мужчины вы готовы просто отдавать, ничего не получая взамен. Потому что вы говорите, например, о том, что когда мужчина, ну, вот, ваш парень признался вам в любви, да, то всё наладилось, всё стало хорошо сразу, вот, и это свидетельствует о его определённой активности, но не о вашей, понимаете? Какая история. Вашей активности, как раз таки, не было. То есть вы выступали здесь, ну, довольно, довольно пассивно, я бы сказал. Вот. И у этого, у этой пассивности должны быть свои причины, у этой пассивности должны быть свои основания. Вот. Поэтому я полагаю, что первонаправо вам нужно исследовать свои желания, исследовать то, что вы хотите от мужчин, и подумать, что вы хотите, по сути, для каждого из них. Хотите ли вы делать что-то для кого-то из них? Без корыстность, ничего не, не ожидая взамен. Вот. Если, если честно, то я бы вам рекомендовал сейчас, на данный момент, ни с одним из мужчин не быть. Я бы рекомендовал вам отойти от мужчин, от обоих мужчин. Вот. И просто заняться собой, заняться своим внутренним миром, подумать, что вам вообще нужно. Откуда такая серьезная потребность в романтике, откуда такое стремление к алкоголю у вас, да, то есть вы периодически выпиваете. Вот. Почему так, значит, бесконтрольно, безответственно себя ведете в плане того, что можете легко познакомиться с мужчиной, да, и тут же уехать к нему домой, вот, значит, легко, легко уехать к нему домой, да. Вот. То есть, тут дело не в том, что я вас обвиняю, а тут дело скорее в том, что вы себя подвергаете опасности. Вот. И такое ощущение, что вам очень не хватает приключений каких-то, может быть, эмоций не хватает. Не хватает, может быть, чувства, что вы живая, чувство, что вы живете. Возможно, есть проблема со значимостью. Ну, то есть, вот, есть проблема с ощущением, что, с ощущением своей значимости. Вот. Вот. То есть, вот эти все вещи, мне кажется, нужно рассмотреть. А пока что, пока что какие-то из этих элементов, или, может быть, все, вы пытаетесь получить за счет мужчин своих. Вот. На счет алкоголя, который тоже является поведением, когда вы стремитесь к любви к алкоголю, это оральное поведение, да. И демонстрирует оно потребность в любви к человеку. Вот. Опять же. Опять же. Вам нужно понять, что я вас ни в коем случае не обвиняю. Я просто говорю о том, что это проблематика, да, проблематика. Но, скорее, ваших, чем мужчин. И плачете вы, грустите вы, скучаете вы, именно вот по этой всей причине. В отношениях вы не выступаете самостоятельным партнером, самостоятельным членом. Вот. В отношениях вы выступаете, скорее, как ведомый. Вот. Вот. Вот вы говорите, что вам была нужна романтика, что вы хотели романтики. Да? Хорошо. Прекрасно, если вы хотели романтики. Но, что вы делали сами для того, чтобы эта романтика была? И, собственно, делали ли вы что-то? Ну, логично, что если романтика нужна вам, то можно постараться самостоятельно что-то сделать для того, чтобы она, эта самая романтика, пришла к вам в вашу жизнь, чтобы ее было больше. Вот. Но у меня, складывается ощущение, что вы, опять же, хотите только получать. Также, также, я думаю, что важный момент, важный элемент, важную роль играет то, что вы, ну, может быть, не до конца идентифицировали себя как женщина. То есть, свое женское поведение вам может быть еще только предстоит найти, тем более, что вам только 21 год. Вот. Вот. То есть, вы достаточно молодые еще, вот, я думаю, и, соответственно, в этом тоже может быть определенная проблема. То есть, я рекомендую вам здесь тоже вот подумать немножко на тему того, какая вы женщина, что вы представляете из себя как женщину, чем вы, может быть, можете быть ценным для мужчины. Ага. Ну, для мужчины в целом. Вот. Как подумайте, какие у вас есть ресурсы для того, чтобы сделать мужчину счастливым и как вы, собственно говоря, эти ресурсы используете. И используете ли вы их вообще. Да? Потому что, ну, как я уже сказал вам, это очень важный момент, если вы хотите понять, что с вами, что в ваших отношениях там не так. Какие в них есть проблемы, трудности, может быть, и так далее. Вот. Я полагаю, что так можно вам ответить на ваш вопрос. Отдельно. Отдельно. Хотелось бы, чтобы вы проанализировали свои отношения в семье. Какими они были, ваши отношения в семье? Какие у вас отношения с родителями? Насколько хорошо и качественно они складывались? Вот. Как родители ваши строили отношения между собой? Любили ли они друг друга? Уважали ли они друг друга? Ценили ли они друг друга? Все эти вещи мне кажутся очень важными для понимания, так сказать, всей вашей проблематики в целом. И когда ответы на эти вопросы будут найдены, я полагаю, вам будет легче увидеть причины того, почему вы оказались в этой ситуации по факту в тупике. И последний момент, который мне кажется также важен, это момент значения отношений в целом для вас. То есть, чем для вас значимы отношения? И значимы, если значимы, ну а скорее всего значимы. Какое значение вы им придаете? И почему? И почему? Я полагаю, что ответы на все эти вопросы помогут вам разобраться в том, почему вы плачете и скучаете. Ну, плачете вы, потому что вы себя жалеете. А у вас к себе это, по сути, снятие ответственности. Ведь вас никто не заставлял, например, быть тем или иным парнем. Вас никто не заставлял изменять ему и так далее. Все это был ваш выбор. И критерии вашего выбора, на мой взгляд, ну, находятся в том, чтобы их разобрать. И тогда определившись тем, чем вы руководствуете при выборе того или иного элемента поведения, того или иного направления в поведении, вот. Вы сможете увидеть, значит, причины того, почему вы плачете и скучаете. Вот. Но самое главное, это, конечно, то, как вы воспринимаете мужчин. Кто они для вас, что они для вас и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.